Приветствую уважаемых участников мероприятия. Меня зовут Артем Цветлов и я сегодня хочу поговорить о наполнении OpenStreetMap, такой довольно технической презентации, как генерировать LandNews Residential автоматически. Если мы возьмем какое-нибудь место в OpenStreetMap, которое нарисовано среднее, там, скорее всего, будут нарисованы все автомобильные дороги. Это очень хорошо для роутинга, но такую карту не очень интересно смотреть. Если же мы на нее добавим кварталы, LandNews Residential, Industrial, жилые зоны, промышленные зоны, коммерческие и так далее, то карта становится гораздо более полезной и наглядной. То есть видно не только, что на ней находится, но и также, что и где находятся эти дороги. Если открыть какой-нибудь город, где нарисовано все землепользование, то примерно так он выглядит в редакторе, там кварталов много и, естественно, самому рисовать это неудобно. Если, например, открыть какой-нибудь город в Краснодарском крае, где много одинаковых прямоугольных кварталов, то там почти нет нигде землепользования, потому что самому ручную рисовать эти кварталы очень скучно. Поэтому я сейчас опишу способ, как можно эти кварталы генерировать автоматически. То есть если мы возьмем дорожную сеть, выберем из нее основные улицы и построим вокруг них буфера одинаковой толщины и все их пересечем, то пространство между буферами будет нашими кварталами. Все это можно сделать в различных программах. Например, можно написать скрипт на питоне или на постгисе. Я предлагаю использовать кугис. Это такой способ, который не требует никакого программирования. В последних версиях кугис есть предустановленный по умолчанию модуль, который называется инструменты анализа или процессинг английской версии. У него такой он имеет внешний вид. Он умеет запускать все инструменты из векторной и растровой обработки кугиса. Может результаты сохранить как слои, как отдельные файлы, а также в нем можно отдельные инструменты соединять в цепочки, последовательно выполняющиеся, которые называются моделями. Для начала экспортируем данные из JOSMA в кугис. Их можно экспортировать через формат geogson. JOSMA вроде по умолчанию умеет его сохранять. Вот затем как выглядит модуль процессинг. В нем есть пункт модели. Там есть пункт создать новую модель и загрузить модели с файла. У модели имеются исходные данные, то есть там задается слои. В таком диалоге задается, что потом при запуске модели у нас спросят, что задайте слой типа линия. Слоев можно задавать несколько. Вот как выглядит пример готовой модели. Последовательность разных операций. Сверху на вход подается два слоя и на выходе получается еще один слой. Каждую операцию можно отредактировать. Там задается исходный слой, который подается и разные параметры специфические для этой операции. Например, выбрать чего-нибудь по выражению. Вот как можно генерировать землепользование. Загружаем из JOSMA в QGIS дороги. Мы сохраняем файл в формате geogson, открываем его в QGIS. Открываем его как линии. Получается такая куча линий. Подкладываем космоснимок, чтобы было наглядно. Затем делаем новый векторный слой полигональный. Рисуем зону, в котором мы будем работать. Если, например, это большой город, то можно выделить область между каким-нибудь проспектом и рекой, чтобы потом не путаться. И запускаем сохраненную модель. В конце я приведу и покажу ссылку, где эту модель можно скачать. У него указывается два слоя. Слой с линиями, слой с полигоном. И указывается, что результат будет сохранен как файл. Лучше сохранить как файл формата shape. Она отрабатывает довольно быстро и получаются вот такие вот фигуры. Серым цветом обозначены. Эти кварталы довольно хорошо ложатся на космоснимок и похожи на настоящие кварталы. Алгоритм выглядит примерно так. То есть там выборка, там перепроецируется в эту систему координат, в которой можно считать метры. К сожалению, там захардкодена система координат, поэтому это работает только на московский меридиан. Делается буфер, делается полигон. Полигон пересекается с охватом. Затем идет упрощение, разбивка геометрии и перепроецирование обратно в JS84. Этот слой можно сохранить в shapefile и открыть в JOSME. Через geogsum почему-то у меня не получается. В JOSME shapefile открывается через плагин OpenData и получается вот такая картина. Это не конечный результат. Дальше нужно, используя основные инструменты JOSME, о которых мы говорим уже лет пять, эти данные нужно доработать. То есть выделить все полигоны без точек, используя фильтр, удалить тег feed, задать нужные теги LandUseResidental и затем вручную удалить ненужные области, которые, например, не попадают в застройные территории. И в итоге на выходе получается вот такая картина. Я таким образом уже обработал несколько городов в Псковской области, в Тверской, например, в основном райцентры и несколько районов города Харькова. Вот по этому адресу gist.github.com.ru Там можно скачать файл с самым длинным названием, расширением model и открыть его в QGIS. Работает это одинаково и под Windows, и под Linux. Работает это и в обычном QGIS, и в NextGIS QGIS. Спасибо за внимание. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Ага. А может учить на большинство дорог в этом задании? Ну, да, это можно добавить. Да, стоит сказать, что вот такую модель, ее гораздо проще и нагляднее править, чем, например, десятиэтажный запрос в QGIS. Тут все очень легко можно добавить какую-нибудь операцию, например, считать. Здесь, например, можно сделать, чтобы буфер генерировался с расстоянием из атрибута, который рассчитывается по выражению, который берется из какого-то атрибута. То есть я правильно понял, что весь твой плагин – это набор вот этого? Да, это не плагин, называется модель. То есть просто вот такой набор из последовательств запуска инструментов. Наверное, что-то подобное было и в Джоссе, но я там не разобрался. Слушай, а на каких городах уже отработал плагин? Что из данных? Я обычно этим занимаюсь поздно вечером и не запоминаю названия городов. Я какие-то случайные выбираю. Но я вот треть Харькова отрисовал, а то там была компания, что какая-то американская организация собирается устраивать картопати. Я решил им пошутить, чтобы у них что-нибудь поменялось. И я также в Тверской и Псковской областях какие-то города, вдоль железной дороги Псков-Питер вырабатывал. Я их название просто забыл. Сообщество у нас в TechMap не очень выбирается, когда автоматически что-то рисует на картопе. Тут автоматического рисования нет. То есть оно автоматическое, но потом, как я и сказал, нужно вручную все просмотреть в Джоссе, всю территорию, и неправильные полигоны удалить. Где-то две трети времени я потом сижу в Джоссе и рисую разные вырезы в полигонах и удаляю лишние места, которые налезают на поля. То есть это практически ручная работа. То есть, скажем, когда ты нарисовался непользованными тальками, тебе не постучался в почте никто из города и не спросил, что это вообще запрошло? Да нет. Вот у меня еще TechSource добавляется. HighwayBuffers, Scalping, QGIS. Я бы ответил то же самое. Еще вопрос про проекции. Там нарисована была 37-я зона, а ты рассказывал про разные города. Как вы это считаете? Там в QGIS нельзя в качестве параметра проекцию задавать, поэтому ее там просто в таком окне надо вручную поменять. То есть там надо смотреть самому глазами в какой зоне находится этот город и вручную ее прописать. То есть зона руками ставится? Да, руками. Что с мультиполигонами? Значит, тут дело в том, что в OSM и в QGIS мультиполигоны означают немного разные вещи. В QGIS мультиполигон это когда одна фигура состоит из двух отдельных островов и эта модель ее разрезает. Но остаются, например, полигоны с дырками посредине. QGIS это считают одним объектом, а в JOSM принято, что это как мультиполигон. Поэтому, когда в JOSM открывается этот файл, тут нужно вручную вот эти все мультиполигоны просто удалить. Это чаще всего происходит из-за неправильного тегирования. То есть, например, прямоугольный квартал со всех сторон, ограниченный улицами Highway Residential. И в середине вокруг какое-нибудь здание изолированный Highway Residential. То есть он с остальной сетью связан с сервисами. Ну, в таком случае просто вручную в JOSM это надо удалить. – ПОСТАВИНА ПОСТАВИНА